Вам не кажется, что сегодняшняя игра была худшей в исполнении «Металлорга» в наившем сезоне? Ну, похоже на это. В чём причины? Ещё, конечно, надо будет разобраться. Ну, было очень много, с первых минут, брак технического. И из-за этого теряли просто эту силу, которую, может быть, не остановились после двух игр с соратом. Ну, если бы чуть играли бы почётче, подправильнее просто, и казалось бы, что силённых побольше. А когда ошибка за ошибкой, только выходим с бароны назад, и всё, бегаем, бегаем, бегаем. Потом оказалось, что и в конце, даже на финале, что он силённых не хватил. Ну, на соперник приехал так, и видно было по игре с первых минут. От обороны на контратаках, ну, и всё для них сделали. Бегол забили, чтобы они дальше так же продолжали, к сожалению. Ну, второй тайм, 10-15 минут после переживания создания нескольких моментов, забили. Ну, было ещё там пару моментов, где можно было при счёте 1-1 забить, но, к сожалению, не получилось. А так с вами залазь, чтобы движение было... Именно командно, не один там выпало, а команда движения была не на уровне. И из-за этого я в футболе, без движений тяжело. Поэтому я с вами согласен, что игра, я скажу, не самая лучшая. Сегодня не играл Журавлёв. Ну, почему? Ну, по семье, просто есть. Бабушка была. Ну, а в перерыве-то игрокам, наверное, что-то сказали. Почему они так вот в первом тайме вела были, сейчас после второй перерыва забегали? Ну, что-то сказали, естественно, и принесли в коррективы. Забегли тоже, но всё опять на весе второй тайм не хватило, забегли. Забегли нам дали сбивать, тогда будет всё нормально. Ничья, если нас не устроится, ну, будем работать. Завтра нас тренируют. У Чертова ничего не пояснилось, Сергей? Пока нет. Ну, а вот это слабое физическое состояние, вернее, отсутствие движения, это два матча с соплом тяжёлых или? Может быть, оно плюс, что и жара ещё есть, и то, что мы неправильно играли. Много было в тихийском браке, из-за этого тратили лишний сил. Добролович сыграл, по-моему, в чемпионате в первый раз в основе. Да. Так, вроде ничего не напали. Да играю к команде не напали, ну, слава богу. Ещё кого-то выделять по этой игре. Не надо, вся команда как сыграл, так сыграл. Ну, а что конкретно в следующей игре нужно сделать, чтобы она играла энергичнее? Подготовить, ну, это первая игра, на бизит, бывает какие-то, наверное, неудачные дни, да, что-то. Наверное, как сложился в этот день. Будем работать и стадоим, чтобы такой игры больше не было. Ничья в Липецке для выкса за счастье. Если судить в классе соперников, то, думаю, что это хороший результат. Если же судить по прошедшему матчу, по созданным моментам, я думаю, что ещё первый тайм всё решить мог. Поэтому здесь может ситуация дворственная быть. То есть то, что планировали сегодня в игре воспроизвести, многое получалось. Получались быстрые атаки в первом тайме. Кое-что во втором удалось создать. Хотя, конечно, второй тайм больше не удержали. Работали, и если бы удалась быстрая атака, то было бы неплохо. Конечно, мы лучше бы сами забили, чем соперникам своих. Моментов было предостаточно. Вы намерены, да, выбили инициативу? То есть, сказать игрокам, что мы не делаем счёты. Но играть против соперника, который достаточно хорошо контролирует мяч, мы в этом компоненте выступаем. Поэтому хотели сыграть за счёт других компонентов. По многому это удалось повторить. Андрей Васильевич, вы как-то учитывали тот факт, что Металлов Липецкий провёл два тяжёлых матча на кубок, а потом в Саратове так резво начали? Да, нет. Если вы увидели, мы не стали прессинговать с первых минут. Поэтому и моменты, которые мы создали, они были после быстрых ответных атак. И первый момент, когда наш игрок в первой минуте, наверное, вышел один на один, перебросил вратаря, чуть не повезло с точностью. И второй момент в быстрой атаке, прострел и завершение. В общем-то, если бы защитник не заносил мяч, то там нападающие бежали, тоже могли забить. И третий момент, когда крайний защитник подключился и с уходом в центр практически оказался против вратаря. Но я считаю, что с 14 метров нужно, конечно, попадать в ворот. Дуболист, который во втором дивизионе играет. Вот три момента все после быстрых атак. Поэтому думаю, что этот факт, что команда играла, может быть, и наложил какую-то... Я не знаю, наверное, тренеру виднее команда Липецка, положила ли нет. Мне сложно сказать. То, что мы сегодня были посвежее, на мой взгляд, это очевидно. И я думаю, что... Я же повторюсь, и сегодняшний матч, помню, что мы могли выиграть. И должны были выиграть.